Дорогие друзья, добрый вечер! Дорогие друзья, мы начинаем серию передач нашего нового ТВ канала, который называется Music Passion Kitchen, он же еда, он же кюзин, он же, как по итальянски будет китчен, я забыл, кучинары, так, мы затронем различные аспекты всевозможных кухонь, мира всего, и прежде всего мы, конечно, представимся, итальянская, японская, все кухни, мы обладели всем мастерством, давай представимся, меня зовут Денис, это мой любимый сын Леонардо, Леонардо, я же не знал, очень приятно, мы вам расскажем, друзья, о музыкальной еде, в первую очередь, потому что, ну, музыканты, ты на чем играешь? Я на Соксаконе на фортепиано! А я играю на влачиле, и вообще-то я еще дирижер, беру в руки дирижерскую палочку, но иногда я беру в руки нож, чтобы приготовить вкусную еду. Друзья, речь пойдет в наших многочисленных сериях, конечно же, о еде и прежде всего музыкальной, композитор, которые были адекватными людьми, ну, если не считать, что они были гениями, они любили кушать, как и все мы. Сегодня наш герой Джакино Рассини, он был великий человек, великий композитор, гениальное произведение создавал, и тем не менее он был человеком, который любил поесть, вкусно. Так же, как мы, мы любим поесть с тобой? Да! Да! Именно поэтому сегодня мы вам откроем секрет, и вообще проверим, вкусно это, а может быть, это все легенды, и на самом деле это... Джакино Рассини, наш герой, создатель гениальных произведений, создатель легенд и гениальной кухни имени Джакино Рассини. Советуем послушать его произведения. Так, среди самых гениальных произведений Джакино Рассини это Вильгельм Телин, опера. Тадам, 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 па-пам! Тадам, тадам, па-пам! Ааа! И опера «Схивилийский цирюльник». До нашего времени дошли... Дошло. Огромное количество рецептов а-ля Рассини. Сегодня вместе с Лео мы проверим рецепт на вкус. Салат «Игоров». Фигаро! 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 Для салата Фигаро нам понадобится свекла, нам понадобится сельдерей, специи, соль, салат, это кто у нас такие маленькие рыбки под названием это не акулы, это анчелсы и чудесные помидоры. Но самая главная часть этого салата это язык. Мы заранее, чтобы не тратить ваше и наше время, мы отварили эту красную свеколочку и этот язык. Мы начинаем приготовление салата Фигаро. Лео, я доверяю тебе самый страшный нож, вот этот нож, ты будешь резать салат не на самые мелкие части. А я тем временем нарезаю язык. И теперь все это сваливаем в единую большую орелочку. Отлично! Теперь кто быстрее нарежет сельдерей? На старый минимум! Мы взяли вот такие маленькие репешки под названием анчелсы. Лео сейчас у нас начинает мелко их рубить. Я в это время беру красивые помидоры. И тоже делаю из них нечто небольшого размера. Мы завершаем с нашими бедными анчелсами. Сейчас они отправятся к Фигаро. Как помидоры тоже к Фигаро отправятся. Возник вопрос, как анчелсы сочетаются с языком. И мы это сейчас проверим. Принеси, пожалуйста, соль и масло. На самом деле я вам скажу, что Лео вообще терпеть не может ни рыбу, ни язык, ничего. Он ест только котлеты и шоколадную маску. Я слушаю, что это подозрительно. Я пока буду резать сейчас вот эту красную штуку под названием свекла. Я не знаю, в Италии вообще растет свекла. Для меня сегодня была новинка. Дело в том, что если в принципе... Принеси, пожалуйста, еще масло с тортюфом. Откроем секрет. Не нужно ни анчелсы, ни языки, ни в принципе вот все вот это, что у нас есть на столе. Берете любой продукт, добавляете туда масло с тортюфом, у вас получится блюдо а-ля Кроссини. Старик Кроссини был большой фанат трюфеля. Лео, спасибо. И масло. И масло. Итак, наша свекла готова. Блюдо у нас, к сожалению или к счастью, чаша полнится. Салат почти готов, осталось только его хорошо перемешать. Лео, привет, я тебе самое страшное испытание в приготовлении этого салата. Пожалуйста, посоли его ажиотической солью. И последний штрих, значит, соль, небольшие специи. И, друзья, там вообще-то написано про майонез, но учитывая всеобщее стремление человеческой стройности к здоровому образу жизни, мы используем просто оливковое масло. Мы добавляем специй. Баста! Итак, друзья, наша первая проба легендарного салата Фигаро, а-ля Кроссини. Вилочку, принеси, пожалуйста. Выглядит потрясающе, друзья. На самом деле, вот эти цвета, которые наполняют эту тарелку в этом салате, они уже вкусные. Как вам желают. Фигаро! Фигаро! Фигаро-фигаро-фигаро-фигаро-фигаро-фигаро-фигара! Лео, ваш ход. Спасибо. Знаете, я особо не люблю салаты. Теперь я их возненавижу. Субтитры сделал DimaTorzok